А чтобы духовная музыка не раздражала, надо ее включать тише, тише, на нервы. Она будет действовать, но на нервы не будет действовать. На нервы главное, чтобы действовать. Духовную музыку надо включать в соответствии с тем, какие есть возможности. Допустим, если ты включаешь тихо и все равно раздражает родственника, включай наушники. Если близкие люди, допустим, даже не хотят, чтобы наушники слушают, надо пойти с наушником. Смотри, Бонни М, мне нравится. Давайте послушать Бонни М, а потом включить духовную музыку и слушать ходить. И на них будет действовать. Ты будешь такой счастливый ходить, и на них будет действовать. Через тебя. Вот. Вы специально сюда сели, чтобы со мной разговаривать? Вы поддерживаете, давайте, а то получается, что мы с вами общаемся лекцией. Погласно. Видите, если бы человек не помогал, концерт бы не был. Итак, мы говорим с вами сейчас о сострадании и о позитивном мышлении. Без позитивного настроя сострадания не бывает. Позитивный настрой означает, что мы создаем его внутри. Есть разные способы. Один из способов ходить на лекции, вот на какие. Другой ходить на духовные программы в храмы. И духовные программы называются словом таким мерзким, русским. Ритуал. Ритуал. На самом деле слово ритуал, оно имеет очень глубокий смысл. Потому что есть такое санскритское слово, оно звучит рита. 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 То есть, оказывается, рита означает вселенский ритм. Вселенский ритм или духовный ритм, чистый ритм, который дает людям счастье. Дает возможность получить счастье внутри. А он дает такую чистую музыку сердцу, понимаете. Льется музыка, музыка, музыка. То печаль, то веселя. Бесконечное, вечное, мудрое, от которой так хочется жить. Понимаете, эта музыка приходит к человеку во время посещения тех мест, где люди говорят о высоком, думают о высоком, поют о высоком и так далее. У нас нет сейчас привычки их посещать. Но что такое ритм, слово ритм, понимаете, тоже от слова рита происходит санскритского. Это означает, что бывают разные ритмы сознания, ритм сознания. И слово ритуал означает соединение с чистой энергией, понимаете, с чистым сознанием. Что человек идет после этого, и он испытывает счастье. И он раздает его вокруг себя всем людям. Знаете, в этом заключается начало сострадания. Потому что пока человек не научится погружать себя в такое состояние сострадательным, он не сможет быть. Проблема заключается в том, что сострадание состоит из счастья. Первая основа сострадания – это счастье твое внутреннее. А второе – это чуткое отношение к человеку. Как на себя можно принять его страдания? Только с помощью энергии счастья. Если у тебя у самого нет счастья, как ты сможешь его страдания принять? Тебе еще хуже будет, если ты на него посмотришь. Поэтому люди не смотрят друг на друга. Они боятся получить страдания от близкого человека. Почему? Потому что нет культуры получать счастье. Мы не знаем, как получать счастье. Лучше его продуцировать из себя. Счастье вообще нам не принадлежит. Энергия счастья, веды говорят, исходит из сверхдуши. Вот здесь она находится. Человек иногда сидит – бац – счастье появилось. Вот здесь раз. Кто почувствовал, что счастье из сердца выходит? Кто разок почувствовал? Все не разок будет почувствовать. Вот. Все чувствуют, что из сердца выходит счастье. И это означает, что человек не является обладателем счастья. Счастье не принадлежит ему. Он, на самом деле, может получить его когда-то, а может нет. Но есть способ всегда его получать. По карме иногда хорошая карма выходит – человек счастье получает. Иногда не выходит – не получает. Поэтому есть способ всегда получать счастье. Для этого, как чистить зубы с утра, человек должен произносить «я желаю всем счастья» и произносить «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья» про себя. И вам спокойнее станет, и вы меньше будете вопросов задавать. Он точно говорит, «Я желаю всем счастья, желания». Он сразу влез, вас расслабит. Будете просто лекцию слушать, и все, и не будет проблем. Итак, человек должен продуцировать счастье. Он должен повторять, «Я желаю всем счастья, желаю всем счастья» и молиться с утра. Если молитва связывает его с святым человеком, а в этом смысл молитвы, то в этом случае тогда у него внутри появляется что-то такое глубокое. Первое, что появляется – спокойствие. Он начинает чувствовать, что все будет хорошо в жизни. Второе появляется – появляется сила внутренняя. Сила. И появляется вера близких людей, как результат такого поведения. Вера близких людей. Потом у него появляется желание понять близкого человека. Это все проявления, разные проявления сострадания. Сначала успокоение внутреннее, потом появляется вера, что все будет хорошо, потом появляется сила, потом желание посмотреть на близкого человека, понять его. Это все результаты внутренней работы человека. Понимаете? Обычно люди, которых не хватает счастья, они боятся даже думать о близком человеке. Потому что подумал о нем, сразу плохо стало. Поэтому это означает, нет работы. Паразитический образ жизни. То есть нет работы. Мы ждем счастья. Ждать счастья означает «Я». Это зло. Веды говорят, ждать счастья – это зло. Злая жизнь. Некоторые люди думают, «Я такой добрый человек, я просто всю жизнь ждал счастья близких людей и не дождался». Это не означает «добрый человек», это означает «злой человек». Потому что злой человек, он тянет счастье из них. Ждет. Ждать означает «кинуть». А добрый человек, он ничего не ждет. Он просто садится, повторяет, «Я желаю всем счастья», продуцирует счастье из себя. Потом смотрит в глаза близкому человеку, ищет в них боль, и эту боль своим счастьем растапливает. «Я растаплю кусочек вьда, сердцем своим горячим. Ты позовешь, и я приду, я не могу иначе». Понимаете, означает, здесь есть энергия счастья. Человек, если нет энергии счастья, он так не споет. Надо, чтобы здесь это было, энергия, понимаете? Иначе ты не пойдешь растапливать кусочек льда сердцем своим горячим. Горячее сердце означает наполненной энергией счастья. Холодное сердце означает нет там энергии счастья. Так, следующее высказание. Грех опасен для души. Грех опасен для души. Что такое грех? Неправильный поступок опасен, потому что он рождает плохие поступки и череду плохих поступков. Человек плохо сделал, что ты понеслась, у него дальше еще хуже, еще хуже. Как, знаете, краник открывается какой-то. И если ты плохой краник открыл, через него плохое в твоей жизни начало литься. Допустим, человек жене изменил, он вроде ничего плохого не сделал, просто ему понравилась девушка, он с ней поспал. Ему кажется. Но он не знает, что на самом деле он разрушил отношения, глубокие отношения с женой. Он как бы причинил им бред большой. Это называется грех. И в результате этого причинения, бреда отношения к жене дальше, через эту брешь, начинает идти плохая карма. А жена начинает плохо себя вести, она ни с того ни с сего начинает ругаться, он думает, правильно сделал, что извинил. Понимаете? То есть начинает идти вот этот вот снежный ком. И его остановить невозможно. Почему? Потому что так действуют силы вот эти. Грех опасен для души. Но он бежит от тех, кто с любовью смотрит на все живое. Допустим, человек даже сделал плохо, но ему надо учиться с любовью, на все живое смотреть. Он должен учиться видеть все самое лучшее. Солнце. Солнце. Ты посмотри, какое солнце выше мне. Солнце. Оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце. Дарите солнце, как весенние цветы. И сразу станет на земле еще светлее. Понимаете? Солнце предназначено для того, чтобы мы его дарили. Мы. Мы сами должны дарить. Не кто-то другой, а мы должны это делать. И солнце означает радость. Ра. Означает солнце. Дасть. Означает давать. Солнце соткано из энергии радости. И поэтому, смотрите, солнце поднимается, птички чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Они начинают вибрировать энергию радостью. Они как бы не такие разумные, чтобы соображать. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Через силу. Понимаете? У них нет как бы такого. Но они им слушают. И знаете, где солнце пошло, они чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Пошли чирикать. Почему поднимается солнце? Солнце поднимает, цветы распускаются. Деревья начинают расти. Там, где солнца больше, там оазис. Джунгли. Все птички чирикают, все радуются, все процветает. И мы приезжаем, там, где много солнца чувствуем, лепота. Ну, то есть, мы чувствуем много счастья, много энергии счастья. Но солнце находится внутри человека. Допустим, в городе Омске должно быть больше солнца, чем в городе Краснодаре. Почему? Потому люди, потому что там привыкли к солнцу, они ходят, балдеют. А здесь не так много солнца. Люди должны вырабатывать солнце из себя. И поэтому в Сибири, говорят, сердечные люди. Почему сердечные? Потому что им приходится вырабатывать солнце из себя. Солнца не так много. Когда ты учишься, сердечные. Это правда? В Сахаре все ходят, как в Сахаре. Саи. Почему же тепло мокрое? Стреляли. Что такие люди? Фрегматичные. Достаточно. Солнца много, а эмоции как бы не проявляются. Они такие, как будто бы. Придавленные солнцем. Есть там жизнерадостные люди, святые, которые побеждают энергию солнца. Веды говорят, если человек сидит на чистом сильном солнце и у него при этом макушка холодная, значит, он святой. Значит, всю энергию солнца он перерабатывает в радость, она на нем не накапливается, он ее как лампочка излучает. Я такое видел в своей жизни. Есть даже такое мероприятие, как бы в Ведах, Банчамахаяги называется. То есть, человек садится, у него четыре костра по четырем сторонам света и солнце светит, прямое солнце сверху. Он садится четыре костра и плюс солнце в среди дня и начинает интенсивно молиться. И при этом у него макушка охлаждается от такого занятия. Никакого перегрева не бывает, ни солнечного удара. Но если мы так начнем делать, то нас просто шибет оттуда угроза солнечного удара. Почему? Потому что для того, чтобы таким сильным человеком стать, надо тренироваться. Понимаете? Надо учиться желать всем счастья, надо стать солнечным человеком. Надо научиться быть сильным человеком, излучать из себя энергию солнца. Но у солнца потому что есть внутренняя энергия и внешняя. Внутренняя энергия, где бы солнца не было, она всегда, мы можем ее взять, она через стены проходит, эта энергия умственную природу имеет. И человек солнечный. Бывают в Омске солнечные люди, жизнерадостные. Почему? Потому что они берут энергию Солнца, отдавая ее другим. Человек не может для себя взять энергию Солнца. В этом мире есть закон. Если ты хочешь взять энергию Солнца, надо ее отдавать другим. И тогда она появится внутри тебя. Она не может задержаться, она должна двигаться. Поэтому человек постоянно должен желать всем счастья. На остановке, допустим, стоишь, голова поворачивается в сторону трамвая, чтобы его притягивать. Вот. А надо заставить себя на остановке желать всем счастья. И сразу тебя расслабит, тебе легче будет. И трамвай, когда придет, тогда придет, но ты делом занят. Ты делом занят, и дома всем лучше становится. Когда ты думаешь, надо быстрее домой, сколько лекций, может быть, за все голодные. И да, ты думаешь, у них начинает излишний желудочный сок вырабатываться, начинает голодать там сидеть. Понимаете? То есть этот механизм, он так закручен. Поэтому человек должен пересилить себе вот этот вот страх, злогу, ожидание, тревогу. Надо пересилить все это и повторять, я желаю всем счастья или молитву. И таким образом человек побеждает свою судьбу. Потому что, почему плохо внутри? Вот вам, допустим, на третьем ряду в праздниках. Женщина, вам сейчас плохо внутри. Я знаю. Почему? Вы знаете, у вас есть событие. А я знаю, что это событие, результат вашей кармы. У вас карма просто вышла наружу. И она начала выходить около года назад. Да. Гадал. Я не гадаю. Я просто вам докладываю ситуацию, что это ваша карма. Она реализовалась в событиях, которые связаны с близкими людьми там и так далее. Вы поймите, что это не является случайностью. Но человек не должен печалиться от того, что она вышла. Он что должен делать? Он должен молиться. С помощью молитвы можно победить карму сначала внутри. Она сначала внутри перестает действовать плохо. Потом дальше что происходит? она начинает действовать на людей, которые связаны с ней. В результате им становятся лучше или не они начинают лучше к тебе относиться. Так человек побеждает свою судьбу. А думать о том, что мне плохо, это не способ победить судьбу. Пытайтесь это помнить. Видите, вам полегче стало. Потому что я молюсь. И вам стало легче тоже. Поэтому в этом смысл нашей беседы заключается, чтобы мы с помощью знания смогли начать побеждать свою судьбу. Итак, грех, опасность для души бежит от тех, кто с любовью смотрит на все живое. Дело в том, что когда человек с любовью смотрит на других, он начинает видеть, что он неправ. Для того, чтобы понять, что ты неправ в чем-то, вообще люди в основном не понимают, что они неправы в чем-то. Почему? Потому что они как смотрят на мир? Что кто-то виноват в том, что со мной происходит. Или просто мне плохо, а не так смотрят на мир. Это не означает с любовью. Это означает, я страдающий. То есть я. Основа я. Или я счастливый. Тоже основа я. Если сейчас спросить, кто из вас счастливый, тот поднимет руку. Я счастливый. Если его спросить, а ты можешь быть несчастным? Он говорит, нет. Я счастливый. Это означает, что у него идет хорошая карма сейчас. Но он уже забыл, что несколько лет назад была плохая. Люди очень быстро эти вещи забывают. Надо понять, что это все означает я. Эта система не работает. Я счастливый означает, я наслаждаю счастье. Но завтра ты будешь от него же страдать, от своей же кармы. И тебе будет плохо. То есть так нельзя жить. Это в принципе неправильно. Человек должен вообще забыть про себя. Надо стараться думать о других. Заботиться о других, служить другим, желать всем счастья. Принимать страдания людские, их недостатки на себя. Переваривать их в себе. И освобождать людей от плохой жизни. Почему люди имеют недостатки? Почему муж пьет? Почему он лентяй? Почему жена постоянно на эмоциях мучает постоянно? Потому что люди пострадают. Они мучаются. Поэтому так себя ведут. Если мы начинаем желать всем счастья, мы меняем их жизнь. И таким образом меняем свою жизнь. Но хочется, чтобы сначала он. Вот в этом и заключается наша проблема. Проблема называется скупость сердца. Скупость сердца мешает. Мы все немножко хохлые по природу. Немножко, чуть-чуть. Но у них, кстати, сердце очень хорошее украинцы. Очень доброе. Только внешнее такое. Сердце очень доброе. Поэтому мы должны вырвать из себя это. Вырвать. Убрать это все из своего сердца. Надо начать с себя. Это аскеза. Начать с себя это аскеза. Это очень тяжело. Но надо начинать. Удовольствие человека в жизни. Следующее высказание 131. Удовольствие человека в жизни зависит от его благочестия. То есть, благочестие означает богатство, хорошее настроение, хорошее окружение. Означает влиятельность в обществе. Означает хорошее здоровье, красота, способность не обращать на что внимание. То есть, отречение. Все это признаки благочестия человека. То есть, благочестивый человек испытывает счастье в жизни. Неблагочестивый – постоянное страдание. Здесь говорят, удовольствие человека зависит от благочестия. Но сострадание дарует счастье, которое не связано с его благочестием. Ну, допустим, человек вообще не имеет шансов никаких быть счастливым в жизни. Сострадание – это сила, которая дает возможность ему быть счастливым. Я знаю одну девушку, которая не могла выйти замуж. У нее сердце подсказало, что делать. Она начала заботиться о других девушках, которые не могут выйти замуж. Она начала им объяснять, как жить. Начала работать с ним вместе, молиться. То есть, начала им помогать, заботиться о нем, заботиться. И забыла про то, что она сама не замужем. Мне просто было неинтересно. Она все время занималась тем, что она помогала всем. Из всех этих девушек, которые были в этой группе, она первая вышла замуж. Почему? Потому что она начала заботиться о других. У вас так было, да, в жизни? Смиритесь, нет? Почти? Вот в этом заключается смысл человеческой жизни. То есть, как победить судьбу? Надо забыть про себя. Надо помогать другим начинать. В этом заключается победа. Мы очень сильно прикованы к тому страданию, в котором мы живем. И эта прикованность оставляет страдать дальше. Замкнутый круг разорвать невозможно. Человек думает о том, что он страдает. Все это значит, что дальше страдание будет накапливаться. Потому что все остальные тоже будут мучиться рядом с ним. Расходовать свои силы. Им тяжело будет рядом с ним жить. Они будут мучиться. Кто-то от него уйдет. Страдание еще больше. И так далее. Замкнутый круг разорвать невозможно. Сама идея, что я мучаюсь, она не помогает. Надо всеми силами оторваться от себя. Допустим, волей сработать. Не дают на передвиг защитить диссертацию. Разные у всех проблемы. Не имеет значения. Проблема только одна. Забудь про себя и начни думать о других. Желать. Сострадание означает ходить и всем мозг парит. Сострадание означает мыслить. Желать людям счастья. То есть, это не надо никому показать, что я сострадаю. Понимаете? Это не надо делать. Страдание – это внутренний процесс. То есть, просто сел на табуреточку и начал желать счастья этому человеку, этому человеку. Никто не видит. Люди часто не понимают, зачем нужна внутренняя жизнь. Нужна для того, чтобы жить. Потому что жизнь всегда находится внутри человека. Ее вообще никто не видит. Понимаете? Она своя. Она вот здесь находится. Не надо ее показывать никому. Она вот здесь. Если у человека тут есть жизнь, там жизнь тоже будет. Мне для того, чтобы лекцию прочитать, не надо молиться, молиться и молиться. Если я этого не буду делать, лекции тоже не будут. Понимаете, о чем я говорю? Если здесь ничего нет, там тоже ничего не будут. Это означает, что жизнь на честь, а espanyol, people. начинается внутри у человека. Если жизнь внутри есть, жизнь будет везде. Но если внутри плохо, это значит, что мы и так живем, вот и все. Потому что в один период жизни будет плохо, в другой будет еще хуже, в третий чуть получше. Понимаете? И не надо, человек не должен от этого зависеть. И здесь написано одно из рецептов, как не зависеть. Ты хочешь быть счастливым, ждешь счастья, это означает, что ты прожигаешь зря свою жизнь. Человек ни секунды не должен ждать счастья в своей жизни. Ты не поступил в институт, не трать время зря. Надо просто желать всем счастья, молиться, делать добрые дела. Готовиться к экзаменам? Да. Но чтобы готовиться к экзаменам, нужны силы. Ты уже не веришь, что ты поступишь, и поэтому ты даже учиться не можешь. Ты думаешь, блин, мне что, мне не получится, я какой-то тупой. Хотя я вам скажу, люди часто поступают в институт, сказав всего два-три слова к экзаменам. Я когда учился в институте, я замечал, что есть студенты, которые не сильно учатся и не сильно учат. Они просто, вот они очень такие доброжелательные. Он заходит, допустим, сдавать экзамен, берет билет, и у него такое глубокое смирение перед преподавателем. Не показное, а настоящее. У него такое глубокое чувство заботы, уважения. И он просто смотрит, берет, берет, честно рассказывает. Я вот столько-то знаю. Он рассказывает вот так честно, очень уважительно к преподавателю. Если вы хотите мне поставить два, поставьте два. Очень с удовольствием. Если он совсем туп, как в дерево, вообще не учился, ему ставит два сердцем. Придешь еще раз, поставлю три. Уже как бы он, даже два, это уже другое два, понимаете? То есть оно без засыпки, а просто доброе, понимаете? Если возможности три поставить, ставят три, ну иди, хороший человек. Ведь так это или нет? Есть студенты, которые приходят, они в глаза податные, я все знаю, все знаю, все, все. Я все скажу, что еще я забыл. И они начнут учить преподавателя такие. И, Боже мой, Господи, когда ты заткнешься уже, потому что я уже устал. Сколько можно говорить? И он вроде бы все сказал, все сказал. Пять ставить не хочется. Ну что делать? Пять ставить не хочется. Надо задать еще какой-нибудь вопрос. И преподаватель знает, какой вопрос задать, на который ответа не будет. За этот вопрос ставят четыре идеи. Таким образом, веды объясняют, на первом месте у человека стоит не знание, не информационное знание, а сердце. Сердце означает любовь к преподавателю, к любому человеку, который бы, как бы, кем бы он ни был, он нуждается в любви. Любой человек нуждается в любви. И каждый человек должен получить от своих действий любовь. Пускай он экзаменатор или еще кто-то должен получить прежде всего любовь, а потом все остальное. Или пускай он, как ваш сын, он получил два. Для того, чтобы он не получал два, ему нужна любовь. Означается страдание. Надо посадить его перед собой и спросить очень нежно, как у тебя вообще учебу в школе, вот ты как ходишь в школу, вот ты учишься, какой тебе предмет нравится больше, какой нет. Он получил два. Означает, хочешься его порвать. Если тебе хочешься его порвать, ты и расслабься, просто пожелай всем счастья. И сегодня с ним вообще не разговаривай. Так? Не так. Что-то все задумались. Не так, да? Хорошо. Давайте продолжим тему. Сострадание к детям называется. Итак, смотрите, ребенок получил два. Надо расслабиться. Пришла плохая судьба через ребенка. Он получил два. Надо расслабиться. Пожелать всем счастья, посидеть, успокоиться. Сегодня ничего ему не говорить. А если он нам нагреет? Ничего страшного, не волнуйтесь. Это не наша проблема. Наша проблема находится вот здесь. Сейчас вы это поймете, когда мы анализ проведем этой темы. Итак, мы расслабились. Потом приходим к ребенку и говорим, «Сынок, а вот что тебе нравится изучать больше? Вот математика 2, допустим. А что тебе нравится? Мне нравится ботаника». Тогда может тебе больше ботаникой заниматься? Учиться изучать ботанику больше? Мне мама спроси, мне так очень нравится, я хочу ботанику изучать больше. Математику мне очень трудно изучать. А почему у тебя, сынок, тебе трудно математику изучать? Мама, потому что у меня головка так не соображает. Понимаешь, я не могу вот это все складывать, понимать. У меня головка вот на ботанику соображает, а на математику у меня головка не соображает. Это означает, что ему не надо много математику изучать в жизни. У него другая природа. Ему надо изучать ботанику, он в этом разобьется и станет гениальным человеком. Гениальный этот какой человек, которому дали путь в жизни? Мы как обычно делаем, математика не получается, мы долбим человека в математику. Это означает, что мы закрываем ему двери в науку, потому что он только раскомину от нее получает. Потому что нельзя у человека развить то, чего он не знает, не может себе иметь. У него нет сил на это. Если у человека что-то не получается, он туда идет, еще хуже становится. Однако, если у человека что-то получается, он туда идет, его сила возрастает, и она захватывает также те сферы, которые не получаются. Но все равно они будут развиваться хуже. Все равно хуже. Но сфера основная будет захватывать и будет развиваться лучше. Допустим, у меня плохо идут языки по жизни. Но мне очень нравятся темы, связанные с философией, с духовной практикой. Я, допустим, беру, допустим, нахожу на хиньи, допустим, нахожу книгу в звуке о философии, читается книга. Мне очень хочется эту тему знать. И я начинаю слушать на хиньи и смотреть на русский перевод. И мне нравится тема, понимаете, язык сам входит в голову. Хотя мне трудно его запоминать. Почему он начал входит в голову? Потому что я развил себе вот эту вот тему. И она захватила также язык. Это само собой происходит. Понимаете? То есть, когда мы развиваем в ребенке какие-то способности, даем им ход, то все остальное тоже потихоньку призвать. Но для того, чтобы дать ход способности, для этого жабу надо в сердце победить. Потому что мы-то хотим пять. Мы не хотим способности ребенка. Мы хотим, чтобы он был пятерочником. Вот что мы хотим. Хотим внешних вещей каких-то. Понимаете? Но если разобраться, вот это пятерочник, это что такое? Ну просто бред. И все. Почему? Потому что я сейчас вам все объясню, докажу. Очень просто. Доказывается статистикой. Поднимите руку. Кто из вас хоть раз в жизни свой диплом с отметками, ну свой табельный лист, показал кому-нибудь? Поднимите руку. На работу. На работу, конечно. Пять человек. Пять человек. Понимаете? А теперь поднимите руку, кто мучает своих детей из-за этих отмен. Честно. Да ладно, все мучают, никто руку не поднимает. Все мучают, все до одного. Кто не мучает, поднимите руку. Вот. Благодарен этим людям. Немудрые. Спасибо.